здравствуйте дорогие друзья сегодня мы опять в эфире но просто вчера произошло следующее как только мы закончили домашнее задание номер два мы получили и мы от одного из наших абонентов с просьбой прокомментировать его работы стиле натюрморта да стиле натюрморты очень хвалебные отзывы были одна то что вот такой хороший натюрморщик и он бы хотел от меня услышать персональную критику причем можно не стесняться можно критиковать как можно жестче он пишет чтобы это ему помогло в дальнейшем работе я как бы вчера был уже довольно таки усталый и несколько раздраженный и вот этот призыв мазохистский к самоистязанию да я решил пойти ему навстречу давайте посмотрим что он мне прислал этот юный натюрморщик и так дорогой мой начинающий натюрморщик ну давайте приступим к разбору ваших работ вы просили критики беспощадной критики в уверенности что она вам поможет повесить ваше профессиональное мастерство ну что ж критика то критика так вот ваша первая работа из числа которые вы мне прислали ну и что мы тут видим мы видим абсолютное несоответствие предметов содержания начнем с того что как бы я так понимаю что вы хотели показать рябинов куда но почему у вас лопух лежит под рябиной рябина в этом состоянии лопухи наверное уже давно померзли бы и если у вас вот тут рябиновка налита что вы пытаетесь нам показать то в стакане абсолютно к это борда в линии в этом бокале и с такого бокала я бы понял так если бы то стояла на деревянном каком-то лотке таком до деревянная такая старинная крышка от стола стояла бы вот этот кувшин пускай стоял бы граненый стаканчик такой для рябиновки это было бы понятно а причем винтажный какой-то к рябиновке винтажный подсвечник ну о чем вы думали вообще и мандарин вот сейчас еще заметил и мандарин ну здорово рябина с мандарином с винтажным подсвечником это конечно хит зажгли свечу и что она у вас освещает вот что освещает у вас это свеча ничего она горит как бы сама по себе белый какой-то серый грязный фон и вы называете это натюрмортом извините это не натюрморт да теперь вы вижу что вы попробовали все-таки сделать света свет против получился но вы посмотрите вы пересветили здесь дорогой мы ну-ка я поближе сделаю сейчас ну конечно конечно забыли выключить монитор свой windows его видно прям ваших отражениях вот этих синих откуда здесь синие отражение до от вашего монитора я клянусь и не улучшила это ваша работа ужасная композиция пересеченные предметы нет это тоже не натюрморт ну это да это конечно это модный квадрат я так понимаю это модный квадрат типа снимали 9 на идее на 9 широкая форматной камеры известный прием да ну и что здесь натюрморт зеленых тонах я так понимаю белый ужасный фон оставлена здесь какая-то полоса и потом неужели вам трудно было взять глицерин смешать с водой побрызгать красивые капли зачем эти лужи для кого они нужны кому они интересны что в воде снимали на берегу моря или что яблоко у вас какое-то ну не знаю но почистить потрите яблоко перед тем как вы снимаете яблоко пожалуйста трите его до чтобы хотя бы блик был блестящий утопили в белой какой-то жидкости грязной пару этих зеленых шариков и посчитали что это будет привлекательно не дорогой мы это совсем не привлекательно совсем блеклые цвета какие-то и ну не то это не то о господи это рислинг по-вашему до рислинг это замечательное виноградное вино прозрачное красивое на нее смотрят слюнки текут у вас это брага налито я не знаю вроде бутылка целая да а в бутылке я не знаю черти что и вы знаете это виноградное вино зачем этот плюш непонятный грязный плюш который вы наверно сорвали где-то в кустах и решили ему красить и в этот же с того натюрморта поставить зеленую бутылку для чего она перекликается с чем-то она перекликается с этим грязным листом она перекликается формой с этим рислингом или что вы туда налили нет конечно так для чего она здесь уберите ее поставьте вот здесь виноградную лозу положите виноград и просветите хорошо уберите этот грязный фон какой-то грязно-желто-оранжевый тогда может что-то еще и получиться далее так ну знаете это печальное зрелище это печальное зрелище я вижу лавровый лист рядом с яблоком ну зачем вы лаврушку достали из пакета положили рядом потому что у вас не было зимой снимали я понимаю потому что я вижу здесь нет мороз какой-то наклейки мятые зачем они вам зачем вы снимаете с наклейками я я понимаю что это яблочное какое-то вино да ну во всяком случае вот сочетается как крышка и вино налито да это винный бокал наконец-то правильный бокал и яблоко вроде бы по теме но почему вот не взять этот бокал и поставить его сзади но почему он должен стоять где-то с бачку абсолютно прилепленные бутылки то вообще страшное нарушение на термоте когда скрепляются предметы вам это не приходило в голову что-то некрасиво просто-напросто и как бы у меня такое ощущение что у вас нет чувства композиции поэтому учитесь дорогой мы учитесь этому есть литература есть форумы ходите спрашивайте ну так же нельзя ну это я вообще не знаю зачем мне прислали это один из вариантов наверное мне такое ощущение что вы отпраздновали на вот этими мужиками вот там на это портопиле а потом стянули скатерть со стола и решили вот уж я вижу стулья для гостей да я вижу какая-то люстра там висит то есть это снималась комнате прямо я не знаю наверно стул повесили все и побыстреньку шлепнули вот я даже вас вижу вот наконец возьми вот эту фотографию парень и отправь ее автопортрет потому что тут я тебе вижу лицо немножко опухшая да ну поэтому я и говорю что скорее всего это после этого праздница вот это вот осталось от вашего пиршества я понимаю что новый год яблочное вино не пьют пьют водку поэтому это все осталось решили снять да ну вот это вот уже что-то напоминающее натюрморт но очень сильно напоминающий это не натюрморт потому что посмотрите вот этот апельсин огромный до какой-то маленькой чашечки вязаны этой плетеные корзиночки отрезанные дольки он целый дольки отрезанные два мятых каких-то цветочка и посыпано рябина или что это у вас там зачем вы сунули вот этот веник в подставку для цветов зачем вот что он здесь делает мы посчитали что это украсит это не украсила это только испортила всю картину уж лучше бы взяли побольше вазу до поставили повыше или как-то потому что вот это ваза и апельсин это равнозначные предметы они ну ни к чему она так и лучше выбросите этот веник да и попробуйте сначала это не натюрморт это насмешка над натюрмортом тут смело начали снимать хромированные предметы до понятия не имея то что все что стоит перед предметом хромированным все будет там отражаться у вас отражается не освещенная комната с той стороны тут вы кое-как осветили я так вижу хотя почему у вас водка это водка это водка я знаю почему она у вас розовая вот это попробуйте мне объяснить и вот это мур и эффект который возник от вот этой занавески скорее всего сняли с окна да он передался суда в бутылку зачем вам бутылки мур и эффект скажите мне пожалуйста то есть фон заменить обязательно заменить фон убрать розовый оттенок и поработать вот с этим отражением фляжка не должна быть черной если хромированная посмотрите как снимается хромировка есть уже такие видео и переделайте эту работу это тоже очень слабая работа тут даже меня не хочется комментировать честно говоря потому что вино это не вино что-то темное налито туда непонятно ну я понимаю что это вино даже не открытое вот этот искусственный плющ искусственный лепестки роз это настолько убого извините меня конечно но это убого и я не пойму вот этот пачки чая или это шоколад или ну что это вот вот эти две коробочки скромно высунутые из-за бутылок не прочитать толком надо голову корячить чтобы понять что экстра биттер а но теперь я понимаю что это экстремально горький это шоколад да ну спасибо хоть могу на немецком читать отлично да ну тут явно про проявлена креативность на опять рислинг ну я не знаю изготовители рислинга вас наверно бы убили вот за такую подачу рислинга это мутная жидкость какая-то неужели вы не понимаете и причем здесь опять яблоко вот скажите мне ведь рислинг виноградное вино ну зачем тут яблоко потому что он такого же цвета ну не знаю оставляет она ваше усмотрение и кого вы хотите обмануть когда вы отлили там скажем так 20 грамм а тут у вас чуть ли не пол литра в стаканчике это это не стакан для рислинга извините меня тоже вот я говорю думайте думайте о том что вы делаете неужели вам приятно смотреть на это грязный коричневый фон или вы считаете что это как-то эстетично так смелая попытка снять парфюмерию не понимая вообще принципе освещения опять та же самая ошибка черный флакон у вас не черный черные золотистые бус ведь они золотистые правда но почему они вас черные то потому что у вас вся комната черного включили один источник света у вас все пропало в провал вот правый угол вообще черный как будто вы на горе сена снимали зачем это зачем это вот эта попытка показать на на коробочке пламя какое-то потому что называется алхимия да ну принципе ничего да но сама идея неплохая может быть но исполнение ужасно на просто ужасная на губит все причем неужели нельзя было резко снять хотя бы название на пузырьке на этом уж не говоря о том что убрать паразитное отражение неопрятная работа неаккуратно ну вот тоже вот это я даже вообще не хочу комментировать сказав только если вы снимаете вообще что вы снимали вот здесь сервис но почему у вас не полностью почему отрезан вот эта часть отрезана это молочник но я могу только догадываться что это молочек вот эти несчастные три кусочка сахара лежат где-то в стороне непонятно почему если здесь был налит чай или кофе не знаю что это молочник кофейник или что тогда бы они лежали рядом с блюдцем или вот здесь да и что-то здесь было бы налито ну а так это какой-то непонятный набор вы наверно купили этот набор решили всем похвастаться да ну спасибо отрезана тарелка этот я вообще не знаю с чего он состоит ваш набор и к тому же видно что вы снимали его зонтиком вот он вот он вот он вот он зонтик и в любых этих отражений и опять и опять розовый цвет почему у вас все розовое почему с этим не боретесь почему вы не работаете с балансом белого и сам ракурс мне извините я как будто вот у меня такое ощущение как будто я в раковину заглядываю для посудной мойки ну да видно германская тема немецкая до булочки их не кренделя пиво бутылку вернее пиво пустое нет здесь кружка пустая какой-то случайно совершенно непонятный набор предметов причем здесь музыкально вот эта шкатулка типа выпили закусили брыцелем поиграли на шкатулке да для веселья вот входили зоопарк но даже не в этом дело даже не в этом дело дело все что прижато все понимаете я вижу что вы пытались создать треугольник да я вижу это состав но мы же работаем в объеме поймать если вы делаете пирамиду в конце концов то есть выводите предметы от стены выводите строки их так чтобы был объем а это не объем это выстроенный в рядок возле значит стенки деревянной непонятно тоже то ли они все висят на этой стенке то есть не отличается пол от самой стенки и в общем хвалебная попытка что-то сделать хорошее но к сожалению удалось вот у меня сразу к вам вопрос возникает вот вы когда снимаете вы думаете то есть вот хотя бы вот набор предметов ну давайте посмотрим вот вот кувшин да вот этот кувшин я понимаю для чего кувшин кофейный кувшин ну хорошо кофейный кувшин блестяще снимать его сложно ну вроде бы как ничего а вот это что вот это вот сахарница или что почему там вода налита если это сахарница почему там вода и что это вообще-то вода это кофе если кофе to no- Land выглядят извините как не буду говорить как что кофе подают лимоны или чаю подают лимон и или чаю подают лимон и и cercaю подают яблоко и И вообще, вот почему за горизонтом нельзя было последить? Опять же, прижали к какой-то дерюге, да, пускай она чистенькая, пускай она светленькая, но это дерюшка. Какое-то отношение она имеет вообще вот к этому, с позволения сказать, натюрморту. Думать надо, дорогой мой, нужно думать. А тут я вижу как раз работа с керамикой, да, в полный ход и та же самая ошибка. Ну почему у вас пивная кружка идет со сливочником, а? И с вазой для цветов, цветов там нет, да, то есть, скажем так, функция вазы вообще непонятна здесь. Ну поставили бы, на всякий случай, ну вот этот листочек бы туда поставили, и то было бы уже лучше, и то было бы уже лучше. И потом вообще я вижу это подражение Драницыну, да, нашему, я считаю, одним из самых лучших натюрморщиков. Но он, если он делает свет, он делает свет, а не рисует его в фотошопе. Вы нарисовали в фотошопе, думаете, вот хорошо мы свет сделали, да, а на самом деле свет у вас и не попал. То есть, дорогой мой, я вам сейчас скажу умную вещь, только вы не обижайтесь. У меня такое ощущение, что натюрморт, это как бы, ну как бы не ваше, наверное. Вот посмотрите, вот посмотрите другие работы других фотографов, вот, смотрите, вот множество предметов, но они связаны между собой, они связаны, то есть, тут и книги идут, да, и какие-то фолианты о охоте, наверное, потому что рога тут стоят, слон там, покурить тут, поиграть в картишки, все тут как бы, и общий настрой фона, да, общий, он очень хороший. Вот, или здесь, обратите внимание, даже дым стремится к тому, чтобы вписать это вот в тот самый, как бы вы пытались, треугольник, здесь нет треугольника, здесь есть пирамида, вы видите, что идет все вперед, и связаны все, все предметы связаны, все связаны потенциально, они могут быть из этого времени, на котором эта женщина изображена, они очень могут быть из этого времени. То есть, продумано, композиция продумана, фон продуман, хотя взята та же, допустим, мешковина, видите, как у вас, я специально взял такой пример, как можно мешковину обыграть, а не так, как у вас какой-то белый мешок. Здесь, если взяты фрукты, да, сравните ваше яблоко там, и это, это яблочко, не наливные яблочки, хочется есть, это свежие дольки, дыни, их прям хочется скушать. И вот эти виноградные листы, виноградные листы, они действительно свежо выглядят, хотя их держали три дня в холодной воде, потому что, как я знаю, сохранить виноград для съемки очень сложно, поэтому его кладут в холодную воду и по мере надобности достают. Иначе через 15 минут виноград завянет и все. Ну, не факт. Факт то, что вот бронза очень хорошо выглядит, связана между собой, композиция прекрасная. Ну, что еще тут сказать? Это вообще шедевр. Это вообще шедевр, можно сказать, не боясь, потому что... Тут вот посмотрите, вот вашу бурду и вот этот рислинг, да, и вот он виноград этот, вот это все красиво, все увязано. Это бабочка, которая присела на секунду, там, припить винца. То есть, вызывает приятная ассоциация такие работы. Или вот керамику сравните, ваша керамика и вот эта керамика. Тут видна рука мастера, то есть, который думал перед тем, как нажать на курок. Он выставлял эти предметы тщательно, да, он перекладывал множество раз эти ягодки какие-то. У него очень хорошо фактура сочетается. Вот два коричневых, два светло-коричневых, да, и вот здесь эта лампадка такая. Вот тут я понимаю, что тут все продумано. Или вот здесь. Тут видно, что специально опрокинут бокал, вылитый вино, как будто только что произошло. Вот человек сидел, занимался письмом каким-то. И вот тут, вот, посмотрите, тоже. Если свет свечей, посмотрите, как хорошо он снят. Он освещает, действительно он освещает там, где должен быть свет. То есть, это не просто отдельно стоящая свечка, которая что-то там горит и кругом белый свет. Нет. Вы видите, вот затемнение идет. То есть, вот как действительно в самом деле горит свет и дальше уходит в темноту. Ну, прекрасно. И если вот теперь вернуться к вашим работам, то, вы знаете, не обижайтесь, да, но я вам скажу откровенно. Скорее всего, скорее всего, я как сам как художник, я вам могу сказать, что, вы знаете, вот у некоторых есть дар, он дан людям, да, и он может видеть сразу. Мне не надо объяснять правила композиции, ему не надо объяснять цвет. Он это чувствует просто внутренним каким-то своим чутьем. Чутьем, и для него недопустимо, он бы сломал глаза в вашем матерморте. Вот такой человек. И я вот ломаю глаза. Поэтому, вот мой совет, попробуйте себя в каком-нибудь другом жанре. Попробуйте, допустим, ну, я не знаю что, ландшафты снимать, зайчиков, кроликов, там, собачек, кошек. Может быть, своих домашних для семейного альбома. Вот это, наверное, ваше. А натюрморт, извините, это довольно-таки сложный, очень сложный. И для того, чтобы вы достигли успехов в этом, вам нужно прочитать кучу литературы. Вам надо посмотреть работы голландских мастеров. Вам надо походить по выставкам, по галереям, картинам. Вот тогда, может быть, у вас разобьется какое-то чувство гармонии. А вот сейчас оно нет. Понимаете, если его нет, то его негде взять. Поэтому, я делаю, может быть, жестокий для вас вывод. Но вы не натюрморщик. Это не ваше. Оставьте это лучше. И мой совет, займитесь чем-нибудь другим. Хорошо? Ну, всего вам доброго. Удачи. До свидания. Ну, мы отослали этот отзыв. В ответ сегодня утром получили гневное письмо, где меня обозвали снобом, выскочкой, зазнайкой и послали туда, куда мужчинам хотелось бы не ходить. В общем-то... И вот у меня возникает вопрос. Хотели бы вы получать такую критику? Я нет. Я нет. Потому что, я вам признаюсь, это был небольшой розыгрыш. Эти работы тоже мои. Только между последними работами, которые я показал в качестве примера, и первыми работами лежали три года. Я действительно столкнулся с такими комментариями, особенно на русских форумах. Вы знаете, там это жестко все происходит. И, ну, хорошо, у меня характер такой, я дела закусил и сказал, я все равно добьюсь. И действительно, я просмотрел кучу натюрмортов, допустим, Владимира Драницына, это мой кумир был. Я посмотрел огромное количество и собрал огромное количество голландских мастеров. Все, что было в интернете, все, что было доступно, я сохранил у себя факт и ежедневно это просматривал и пытался это повторить. Я анализировал каждую картинку, сравнил ее со своей. Это то, к чему я вас призываю. И только на основе этого самоанализа я пришел к тому, к чему я пришел. Да, у меня есть тоже свой потолок, понимаете. Вот, ну, скажем так, художники-оформители и творцы отличаются тем, что у творцов нет потолка, а у художников-оформителей есть. То есть я дошел до такого уровня, до которого я понял, что дальше я уже не пойду. Это мой потолок. И как бы я перестал делать дальше натюрморты, но очень радовался, когда люди мне писали, что они учились на моих натюрмортах, они благодарны мне. И я желаю им дальнейших творческих успехов, потому что среди них очень много творцов, как оказалось, потом, в дальнейшем. Я следил за их работами. И поэтому извините за сегодняшнюю шутку. Ну так, хотелось просто пошутить. Мы желаем вам хорошего дня, а нам успешной сегодняшней работы. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова